Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, мы продолжаем говорить о политических системах, демократии. В идеале это власть народа, воля излюбления людей и тезис, не знаю кем сказанный, но, на мой взгляд, совершенно несправедливый. Власть народа или воля народа это воля Божья. Практика жизни говорит, что это далеко не так. Очень часто массы народа шли против Бога. Смотрите, 2 Псалом, 1 стих. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа. То есть первое, что, знаете, я вспомнил о системе демократии, когда люди собираются, составляют некие совещания, ищут нечто общее, это то, что я сейчас прочитал, когда люди разных политических взглядов, системы интересов собрались вместе совещаться против Господа. Демократия сама по себе, по человеческому разумению, является достаточно неплохой системой, когда есть возможность, в настоящее время достаточно иллюзорная, чтобы голос каждого был услышан, интересы каждого были учтены. Но оно исключает любовь Бога, потому что, когда мы с вами говорим о любви Бога к людям, то мы понимаем, что когда Он царствует, а любовь Его вечная, она никогда не закончится, то любой человек гарантированно будет услышан, его интересы гарантированно будут учтены. Когда мы говорим о демократии, то происходит борьба интересов. И та сила, которая побеждает, та сила, которая нашла больший отзыв в других, создали какие-то коалиции, в любом демократическом процессе есть те, кто пострадал. Не существует идеальной демократии. Простой пример. 200 лет назад в американской демократии темнокожие были меньшинством, их права были погашены. Какое-то время назад гомосексуалисты были меньшинством, и их права были погашены. На сегодняшний день эти две категории людей в той же самой демократической Америке, они объединились по своей сути, и сегодня христианские права погашены. Сегодня невозможно свободно говорить какие-то вещи, утверждать какие-то библейские истины. Быть христианином – это уже не является чем-то хорошим. Происходит борьба разных сил. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Это данность демократической системы. И знаете, что интересно? Когда мы читаем Библию, мы видим, что демократическую систему всегда отождествляли с язычеством. Когда написано в псалме, у нас написано «народы», там написано «гои», в оригинале «гои», язычники. Они метутся, совещаются, они дискутируют, они спорят, они устанавливают законы. И в этих законах есть их интересы. Мой интерес, интерес друга, соседа и так далее. Но нет интереса Бога. То есть в этой системе отсутствует вообще составляющая интереса Бога. И кто-то из христианских демократов мне сказал, что ну есть же мы верующие, которые приносим интересы Бога в наше общество. Но подождите, Богу совершенно не нужно, чтобы кто-то приносил, представлял, или продавливал, или боролся за его интересы. Богу нужна, друзья, абсолютная власть. Как в моей жизни, как в твоей жизни, так и в жизни моей страны и всей планеты. То есть когда мы с вами начинаем двигаться в этом, в демократическом процессе, мы можем в нем хорошо разбираться, можем голосовать, выдвигать свои кандидатуры и делать другие вещи. Но тем самым мы как бы занимаемся чем-то, что не то чтобы противно Богу, но это то самоуправление, которое он сказал, окей, пусть будет. Итак, демократия – это власть народа, которая в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, исключает власть Бога. И на мой взгляд... Субтитры создавал DimaTorzok